2022 года. Те, кто впервые попал к нам сюда, хочу сказать, что вы участвуете в онлайне Центра поддержки индустрии фитнеса в России. Компания «Фитнес-эксперт». Меня зовут Бабошин Максим, управляющий партнер. Ну что, сегодня у нас тема «Состояние фитнес-индустрии за прошедший месяц». Единственное, что хочу извиниться. Изначально у нас в анонсах стояло, что сегодня мы обсуждаем, как оформлять договора и вписывать чеки без бумаги, без личной подписи, как это делать удаленно. Эфир у нас был перенесен на вторник, соответственно, сегодня у нас по состоянию индустрии. И поэтому тем, кто пропустил мероприятие во вторник, я сейчас прямо буквально вышлю ссылочку на запись в YouTube. Единственное, что там у нас видео пока загружается. Я думаю, через час-два вы сможете уже познакомиться с этим материалом на канале в нашем YouTube. Секундочку. Ссылку в чате. А сегодня мы, соответственно, поговорим о состоянии индустрии. Вернее о том, что изменилось за последний месяц. Наверное, мы теперь будем делать это ежемесячно. Понятно, что всех, в первую очередь, всегда интересовалось состояние индустрии после пандемии. Весной этого года мы планировали как раз подвести некоторый итог, как же у нас изменилась отрасль за эти два года. Традиционно, когда мы проводим мероприятия в разных городах, я всех спрашиваю, как вы считаете. Увеличилась отрасль, уменьшилась, увеличилось количество участников индустрии, уменьшилось. В разных городах люди отвечают по-разному. Мы собрали, конечно, статистику, хотели ее подытожить весной, в марте-апреле 2022 года. Но в связи с последними событиями, которые также, конечно, сильно влияют на нашу индустрию, сейчас поговорим, как мы этот опрос и статистику, процесс сбора статистики тоже немножечко перенесли. Для того, чтобы условно уменьшить влияние последнего месяца на статистику двух лет. Поэтому, скорее всего, мы будем ее осуществлять в апреле-майе 2022 года. Обязательно с вами поделимся. Но, тем не менее, наверное, уже теперь будем традиционно смотреть, что же у нас меняется в течение месяца. Сразу хочу сказать, что, конечно же, в разных, как всегда традиционно, очень по-разному влияют все эти процессы, в том числе экономические, на фитнес-клубы, на разные сегменты, на разные города. Да, поэтому, например, когда мы собирали статистику по посещаемости фитнес-клубов, мы сознательно исключили из этого города, который находится близко к восточной границе нашей страны. Потому что, проезжая как раз по границе по этим городам, когда мы ехали на форум в Краснодаре пару недель назад, мы, конечно, видели, что там коллеги испытывают достаточно серьезные сложности с посещаемостью, потому что люди действительно немножко были шокированы в ситуации и, так или иначе, по-разному к ней отнеслись. Но посещаемость резко и фатально там, конечно, упала. Понятное дело, что в городах, которые дальше находятся от восточной границы, испытывают, восточные, извините, западные, конечно, границы, испытывают, конечно, меньше. По этому поводу каких-то сложностей, да, посещаемость там, конечно, не падала. Ну и давайте посмотрим на те данные, которые мы собрали. Так, ну что, ну, во-первых, хочу, если кто-то вдруг еще не видел эти данные, хочу еще раз поделиться на процент закрытых фитнес-клубов в 2020-2021 году, то есть процент клубов, который закрылся как раз в период такой активной стадии пандемии. Этот процент уже, как бы, мы уточнять не будем, он уже для нас понятен. И, грубо говоря, это как раз такое количество фитнес-клубов закрылось в тех или иных городах. Закрылся, имеется в виду юрлица, прекратили существовать так или иначе. Процент он такой, по России мы его чуть уточним, но в этих городах вот это уже фактически данные, которые мы уже вряд ли поменяем. Но, понятное дело, традиционно мы сразу показываем данные, которые вместе с закрытием показывают и открытие фитнес-клубов. Поэтому по итогам изменения количества клубов на весну 2022 года относительно конца 2019 года. Прогноз у нас, что в России количество клубов увеличилось на 5% за этот срок. По России он еще будет нами уточняться, этот процент, но зато по городам, по этим, по крайней мере, уже точно мы получили фактически данные. Москва увеличилась на 6%, по количеству фитнес-клубов Краснодар на 5%, Санкт-Петербург уменьшился на 2%, Эктернбург на 5%. Эти данные уже тоже вряд ли будут существенно изменяться в ту или иную сторону. Так, ну что, процент возврата в клубных карт в 2022 году от общей клиентской базы заявление на возврат поступило 0,1%. Такие у нас пока данные. Ну, понятно, несущественный показатель, грубо говоря, возврата до сих пор не оказывает какое-то существенное влияние на бизнес-процессы наших фитнес-клубов. Это традиционно радует, но тем не менее продолжаем за этим показателем следить. Так, давайте важную посещаемость. Значит, один из главных показателей, который в марте совершенно точно увеличился, увеличился достаточно значительно, так что на него можно было обращать внимание. Вот такие мы показатели сняли. 72% посещаемости в марте к средней посещаемости в течение всего 2021 года, 20% к посещаемости марта 2021 года и 36% к средней посещаемости февраля 2022 года. Ну что, можно свидетельствовать, да, что наши клиенты начали в данный период ходить, стали гораздо активнее. Мы, думаю, что еще много раз будем возвращаться к этим цифрам и как раз, в первую очередь, думать о том, природу этих цифр, да, с одной стороны. С другой стороны, как можно их, эти цифры, использовать в нашем бизнесе, в нашу пользу, что называется. То есть, понятное дело, увеличение посещаемости должно, мы должны успешно конвертировать в доп. услуги и в персональные тренировки. Улучение посещаемости должно приводить, так или иначе, к возможности увеличения процента пролонгации договоров. То есть, эти данные у нас уже есть, конечно, и существенный, условно, минус в том, что у нас клубы начинают более быть тесными для клиентов. И, конечно же, износ на уборку, еще на что-то, конечно, возрастает. Поэтому мы обязаны такие показатели посещаемости обязательно конвертировать для нас в дополнительный доход. Об этом надо не забывать. Как, ну, понятное дело, после почти каждого такого всплеска мы ожидаем откат, что называется, спад. Мы прекрасно помним, например, первый месяц открытия фитнес-клубов после полугодового простоя. Также мы наблюдали гигантскую посещаемость клиентов. Все там в первую неделю прям ринулись практически чуть ли там не до 80% всей клиентской базы. Но, понятное дело, через течение месяца уже это все поутихло, и люди стали заходить, как раньше и ходили. Поэтому, конечно же, мы не ожидаем, что такой процент высокий сохранится и в апреле. Но, тем не менее, будем все сделаны для того, чтобы максимально его увеличить, поддержать и, повторюсь, конвертировать в дополнительный доход для фитнес-клубов. Второй показатель. Продажа годовых членов фитнес-клубов в марте. Мы здесь не стали указывать данные. Почему? Потому что они очень разнонаправлены. То есть, по факту, в среднем мы не увидели каких-то существенных изменений именно в продажах. Где-то в каких-то клубах, в каких-то сегментах он упал, в каких-то вырос. Где-то он сначала попал, где-то упали продажи новых членов, в связи с тем, что упала возможность эффективной элитогенерации. Но зато был зафиксирован рост продлений. Поэтому, на самом-то деле, такая несколько нестабильная сейчас, конечно, ситуация с продажами. Но в рамках, грубо говоря, в рамках выживаемости клубов. То есть, нигде не зафиксированы изменения. Там более чем на 5%. Поэтому тут единственное, что, конечно, все мы сейчас имеем достаточно сильный фокус внимания к некоторым моментам, которые, конечно же, мы все будем фокусироваться. Чуть позже об этом скажу. к марту 2021 года. Нет у меня данных. Сейчас я хотя могу посмотреть по нашей статистике. Роман. По продаже членств. Так. Смотрите, ну, опять же, я сейчас такой средний по больнице давать тяжело, потому что у нас в марте были целый ряд ограничений в разных регионах. Где-то были, где-то не было, где-то не... Да, ну, грубо говоря, вот даже относительно марта 2021 года они примерно на том же самом уровне, если честно. Смотрю. Ну, есть именно, что называется, средний по России. Конечно, скорее всего, нужно смотреть по каждому... по каждому городу в отдельности сегмента. Но по факту, грубо говоря, каких-то глобальных провалов нету. Конечно, условно, продажи сейчас гораздо ниже, чем, например, там, в том же самом январе. Да, и на самом-то деле, наверное, меньше, чем обычно. У меня нет, к сожалению, статистики, скажем, за пять лет. Но, судя по графику, вижу, что, скорее всего, эти данные ниже, чем стандартные идут в марте. Ну, то есть, условно, наш, конечно, такой горячий сезон. Мы все прекрасно понимаем, марта, апрель, май, у нас горячий сезон перед летом. Продажи, скажем, несколько ниже, но не фатально. На данный момент не фатально. Ну, на самом-то деле, поделитесь, как у вас, Роман, как у вас с продажами относительно марта и вообще, как вы ощущаете продажи, как сейчас идут. Ну, наверное, в первую очередь, скажем так, относительно 20 февраля 2022 года. Понделал, что перед 23 февраля, скорее всего, у всех был возможность увеличения продаж, да, в связи с праздниками, в которых мы традиционно делаем разные скидки. Так, важный момент, конечно, что мы видим, коллеги с нами делятся, в том, что уменьшилась стоимость карт средняя. Все начали, опасаясь недосдачи в кассу, начали традиционно баловаться демпингом, что не есть хорошо. Но, опять же таки, данные несущественные на данный момент. Так, какие у нас еще есть данные? Ну, повторюсь, у нас есть дефицит и сохранится дефицит тренерского состава. Он увеличился уже к осени 2021 года на 20%. Пока мы не считали, не проводили такие исследования. Сейчас, понятное дело, в том числе и за закрытие большого количества компаний или ухода с рынка, или, в принципе, наверное, каким-то образом перевоспределения рабочей силы, мы ожидаем какое-то изменение. Сложно ли пока прогнозировать в лучшую или в худшую сторону для фитнес-индустрии? Тем не менее, ожидания изменений у нас есть. Наверное, скорее всего, мы их почувствуем, особенно к лету 2022 года. Мы считали, мы опрашивали фитнес-клубы о том, насколько у них увеличился, то есть у них есть задача, например, что вакансии по фитнес-клубу, по тренерскому составу на 2019 год и на 2021 год нам давали эти данные фитнес-клубы. Ну вот, да, Роман, продажи клубных карт к марту 2021 года наверное на том же уровне. Повторюсь, да, они примерно, да, но, повторюсь, где-то они действительно были изменены в лучшую сторону, где-то в худшую, но вот в среднем они практически, продажи не изменились, хотя мы боялись, что может, конечно, быть и хуже. Но, опять же, хуже в первую очередь из-за чего, да, курс доллара у нас скакнул сначала, да, люди в панике, как традиционно наши сограждане в панике начинают делать какие-то необдуманные покупки, да, и вроде бы могли бы, наверное, в этот период отказаться от покупки фитнес-кар, думая, что им сейчас не хватит денег на хлеб. С другой стороны, есть категория граждан, которые, наоборот, начинают все скупать, в том числе и годовые карты, думая о том, что лучше они купят сейчас, чем там через месяц-два по увеличившимся ценам. Поэтому, вот, граждане у нас, тут, наверное, надо как раз свою целевую аудиторию в конкретном фитнес-клубе знать и понимать, и что, в какой момент, что им лучше подсовывать. Так, ну и еще момент, да, что тоже вот по штату мы смотрели на конец, на осень 21-го года. Это как раз изменение штата было, ну, грубо говоря, по итогам пандемии, что 28% сотрудников фитнес-клубов просто это сменился, да, штат фитнес-клубов, из которых из этих 28%, 65% были новые сотрудники, ранее не имеющие опыт работы в фитнес-клубах вообще. То есть, грубо говоря, такое некоторое обновление штатов фитнес-клубов. Что сейчас будет действительно сложно предполагать. Конечно же, если мы находились не в ситуации текущей экономической ситуации, наверное, мы прогнозировали бы продолжение ухудшения ситуации с кадрами в индустрии, но сейчас, повторюсь, может быть, самые необычные моменты, которые возникают практически каждый день. Ну, в частности, например, если еще год назад, пообщаясь с коллегами в чатах, мы видели, что управляющие практически охотятся за сотрудниками, да, за ценными кадрами, передают, грубо говоря, если у кого-то уходят цены сотрудника на тем не менее хороших отношениях, обязательно этого сотрудника передавали в другой фитнес-клуб бережно, да, там по рекомендации, потому что понимали, найти там грамотного ропа, например, или управляющего, это практически такая прям удача редкостная, да, но те, что были сейчас, когда действительно по последним событиям, да, закрываются какие-то компании, отрасли или еще что-то, и посмотрим действительно, что из этого выйдет на рынке труда в тех или иных городах и в тех или иных сегментах. Думаю, что к лету будет понятно. Так, ну и фокус внимания, в принципе, наверное, у всех он такой, тут я вам секрет не открою. Единственное, что если кто-то считает, что что-то еще у нас, фокус внимания должно существовать и обязательно учитывать в работе, тоже пишите, ну или сюда, или в наш чат в Телеграме. Понятное дело, да, с уходом, грубо говоря, фитнес, фейсбук и инстаграма из России, да, перестало, возможно, да, давать рекламу для фитнес-клубов в этих социальных сетях. Понятное дело, что клиенты наши до сих пор остаются там, через там VPN или еще как-то они там смотрят, но нам эффективно оттуда получать лиды, конечно, сложнее. Тяжелее всего уже мы видим, конечно, приходится условно тренерам, которые, особенно тем, да, которые там в основную свою базу клиентов пополняли через инстаграмы, как они там сейчас будут адаптироваться, это вопрос. Ну, скорее всего, конечно, будут переходить потихонечку ВКонтакт, но посмотрим, да, и мы, конечно, с вами тоже начинаем активно сейчас изучать заново, если кто-то не работал с таргетом ВКонтакте, да, работать с этой историей. Я думаю, что уже какой-то опыт в течение там месяца-двух и стоимости льда и прочее, прочее. Стоимость льда мы, конечно, оцениваем, что ВКонтакте должна подскочить, потому что туда направились бюджеты не только фитнес-клубов, да, мы конкурируем условно за внимание не только друг с другом, да, ВКонтакте, но и с другими отраслями, с другими компаниями, совершенно не связанных со спортом. И, конечно, стоимость льда может подрасти. Меры государственной поддержки мы традиционных ожидаем, не очень, правда, на них рассчитываем, но ждем, что что-нибудь нам хорошее подкинут. Ну, например, сегодня было известие о том, что нам отложили сроки уплат налогов для компании, работающей НОСН. Новость, ну, как бы, бесспорно хорошая. Будем рассчитывать, конечно, еще на какие-то меры поддержки. Важный момент, да, что все увидим по появлению такого актуального продукта, как фитнес, фитнес как средство от стресса, да, ну, тоже не секретно. Мы видим, что действительно может быть даже и повышенное внимание наших действующих клиентов к фитнесу, что действительно возросла посещаемость именно за счет того, что люди пытаются компенсировать свой стресс, свои какие-то отличие, что называется, от каких-то других проблем, от суеты, приходя в наши с вами клубы. Это здорово, но надо понимать, да, что, как бы, этот продукт надо развивать, наверное, надо развивать свои маркетинговые компании, разворачивать в эту сторону, надо смотреть, что мы еще можем предложить дополнительно, да, в контексте этих ожиданий наших клиентов. Поэтому, я думаю, тоже в ближайшее время уже будут какие-то конкретные кейсы, как фитнес-клубы работают с этой историей. Продукт, конечно же, не новый, но, тем не менее, внимание, безусловно, сейчас наиболее повышенное именно к нему. Ну, понятно, да, что если мы в 20-21 пытались придумать продукт под названием фитнес против ковида, то теперь у нас, конечно, фитнес против стресса однозначно. Так, ну, изменения соноклимата мы это прям все видим, особенно наши возражаемые коллеги-консалтеры увидели практически, что если новые проекты, фитнес-проекты не находятся в стадии активного строительства, да, или запуска, то все те, которые были в планах, которые даже если они были уже практически готовы к началу финансирования и открытия, все встали на стоп. Ну, в первую очередь, конечно, связано с высокой ставкой рефинансирования, которую нам дал Центробанк. Ну, и понятно, что 20% годовых просто любому инвестору понимание, что если эти деньги положат на банковский счет, то в ближайшей перспективе 3 месяца он получит и дивидентов гораздо выше, чем от фитнеса. Даже непонятно в какой перспективе. То есть понятно, что таких процентов годовых от фитнеса он в ближайшее время не получит. Поэтому просто все встало на стоп. Вот, никто, конечно, мы не говорим, что инвесторы отказываются от этой темы, но точно, что инвестиционный климат в фитнесе и спорте на сегодняшний день просто замер. Ждем, конечно, каких-то изменений. Ну, и надеемся, конечно, что не только в тяжелых 20-21 годах открывались новые клубы, но и в 22-м году мы тоже ждем открытия. Надеюсь, что все-таки клубы будут запускаться. Важный момент – это оптимизация расходов импортно-замещения. Ну, импортно-замещение имеется в виду, это те расходники, которые мы тратим, как-то используем в фитнес-клубах. Да, мы сейчас активно смотрим на какие-то другие, более дешевые аналоги. И дешевые, а главное – те аналоги, которые сейчас доступны на наших рынках. Ну, и, конечно, у нас темы недавно поднимали расходники для бассейнов и мокрых зон отдельно, поэтому делали эфир. Я думаю, что в скором времени уже отдельный эфир мы сделаем как раз по оптимизации расходов. Кто на чем сумел сэкономить или что-ли достать, я думаю, этот эфир будет, конечно же, полезен. Ну, и, конечно же, исходя из всей ситуации, мы видим и следим за ценами в магазинах. И, конечно же, за ними же также следят за этими ценами наши сотрудники. И, конечно же, они рассчитывают, что в ближайшее время мы начнем им повышать, компенсировать их зарплаты. Ну, естественно, мы это можем сделать исключительно только за счет повышения стоимости фитнес-услуги в целом. Тоже периодически коллеги в чатах спрашивают, кто повышал, кто не повышал, кто готов повысить, кто, наоборот, готов деппинговать. Но как бы мы сейчас не противились этому, прекрасно понимаем, скорее всего, в ближайшее время цены на карты мы будем повышать. Ну, естественно, это для того, чтобы не растерять клиентов и просто из-за того, чтобы не было некого возмущения. Понятное дело, что все понимают, но каждый конкретный клиент, увидев, что карта увеличилась стоимость, может эмоционально, конечно, на этом сыграть и сказать, ну, вот так вы с нашими постоянными клиентами, значит, пойду в другой клуб. Ну и все, чтобы этого не произошло, конечно, нужно выработать оптимальный алгоритм повышения цены. То есть мы, скорее всего, тоже в ближайшее время сделаем по этому поводу эфир. Давайте подумаем, как это сделать лучше. Ну, естественно, оптимально, если вместе с ценой фитнес-услуги будет повышаться ее ценность. То есть мы будем доносить, что мы повышаем цены не только и не столько из-за того, что все везде растет, но и также повышаем, традиционно повышаем качество услуги, какие-то фишки, ну, или еще что-то для того, чтобы не терять наших клиентов и привлекать новых уже по повышенным ценам. Сложно мы пока видим прогнозы по, в принципе, по инфляции. Это единственное, на что мы можем ориентироваться. Поэтому, конечно же, прогноз повышения цены стоимости в России мы, конечно, до конца года видим на 15%. Минимум. Так что, скорее всего, будем ориентироваться на эту цифру. Ну что, коллеги, спасибо. Это пока у меня все. Традиционно, да, ссылки, ну, ссылки тоже, презентацию вышлю, все мои запись тоже будет всем выслана. Какие-то, если вопросы есть, обращайтесь. Стараемся держать вас в курсе событий. Ну, если кто-то вдруг из вас еще не в нашем чате, то всех туда приглашаю. Секундочку, я сброшу ссылку. У нас тут вдруг начали активно просить рекламу и спам всякие. Отпекты, ссылки поменяли. Если у кого-то ее нет, то еще не в чате, то в милости просим. Ну что, всем спасибо. Традиционно благодарю за участие. И ждем всех завтра в 13.00 по московскому времени. Будем дальше с вами обсуждать полезные для вас. Всем спасибо. 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 Спасибо.